Одним из важнейших изменений в сфере социальной защиты населения стало увеличение размера пособий на третьего ребенка. С 1 января 2019 года при рождении третьего и последующих детей до достижениями трехлетнего возраста родители будут получать ежемесячно более 9 тысяч рублей. Не менее важным изменением стало появление мер социальной помощи при оплате новой графы в ежемесячных обязательных платежах вывоз твердых бытовых отходов. На сегодняшний день у нас будут иметь право не на получение мер социальной поддержки, а на то, чтобы оплачивать эти коммунальные услуги с коэффициентом 0,5 по оплате. Это будут две категории. Это малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане. В квитанциях с кварплатой эти категории граждан сразу увидят сумму к оплате с учетом сделанной скидки. На сегодняшний день на льготу в Сарове могут рассчитывать 618 человек. Еще одно изменение коснется некоторых жителей многоквартирных домов. Изменился перечень категорий граждан, претендующих на 100% компенсации этой статьи расходов. Как известно, у нас по оплате капремонта 100% получают все граждане, кто старше 80 лет. А вот если они инвалиды, они получали у нас 50%. И вот это устранено на сегодняшний день. Также компенсации по капремонту будут получать участники ликвидации Чернобыльской АЭС и участники боевых действий. Как и прежде, компенсация будет начисляться только после оплаты услуг гражданами в полном объеме. Следует помнить, что возмещается 100% суммы только от социальной нормы. Все изменения уже вступили в силу, поэтому гражданам, претендующим на получение компенсации льгот, никаких заявлений в Центре социальной защиты Сарова писать не нужно. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Старов, 24.